Здравствуйте, уважаемые телезрители, передача гость студии. Мы уже проводили передачу на тему, что делать, если соседи пьют. Нам эта тема оказалась важной, и мы сейчас хотим взглянуть на нее с другой стороны, потому что соседи бывают разные, и бывают неадекватные соседи. С этим порой мы встречаемся. И как себя вести с неадекватным человеком, ну, можно сказать, даже где-то медицински нездоровым человеком, который там, возможно, разговаривает сам с собой, возможно, он что-то даже совершает против себя самого. И, согласитесь, мы как соседи должны на это реагировать. Давайте поговорим на эту тему с прокурором, с Феоктистовым Валерием Васильевичем, заместителем прокурора города Петрозаводска. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Здравствуйте, Александр. Ну, вот тему я обозначил. То есть мы тогда с вами говорили о пьющих, а сейчас о людях, ну, откровенно, не дружащих со здоровьем. Вот. То есть людей, которые, ну, как вот мягко мы их называем, неадекватны. Как в данном случае ты должен поступать, потому что ты его тоже не можешь принудительно отправить на освидетельствование? Тут хотел бы с самого начала обратить внимание на ряд моментов. То, что вы обозначаете, это, как правило, связь с наличием психического расстройства. Те факты, которые вы привели сейчас в выступлении. И тут необходимо, то есть психическое расстройство — это заболевание. А любое медицинское вмешательство у нас по общему правилу является добровольным. То есть и может расследствовать только на основании добровольного согласия пациента. К сожалению, бывает ситуация, когда пациент потенциально сам не может осознать, что ему такая помощь действительно необходима. И я могу привести сколько угодно случаев, когда лисо, которое, например, употребляет, злоупотребляет спиртными напитками, это тоже алкоголизм, в виде психического расстройства, говорит о том, что у него все в порядке, лечиться ему не надо. Если же говорить об иных формах, например, шизофрения или иные неврозные расстройства личности, то есть там тоже такая же, возможно, такая же ситуация, когда лицо считает себя абсолютно здоровым, но при этом ведет себя, скажем так, неадекватно. И тут хотелось бы в самом начале отметить, что психиатрическое свидетельство, на котором пойдет дальше речь, это не форма ответственности этого лица, это в первую очередь форма оказания ему помощи, медицинской помощи. Да, да, да. Вы правильный акцент делаете, потому что мы ведь в данном случае и о его здоровье думаем. В первую очередь мы думаем о его здоровье, и, к сожалению, не всегда у нас вот таких лиц есть родственники, есть хорошие знакомые, друзья и прочие. Но могут быть опекуны. И не всегда есть опекуны, потому что для того, чтобы стать, назначить опекуном какое-либо лицо, необходимо, чтобы граждан был признан недоспособным в основном законном порядке. Не всегда есть такие решения. И, кстати, круг лиц, которые могут выйти с заявлением о признании граждан недоспособным, он тоже законом ограничен. То есть любое лицо выйти не может. Но как сосед-то может? Лицо не может выйти с иском в суд, подать исковое заявление в суд о признании гражданин недоспособным. Может родственник, могут органы опеки, но не любой живающий, скажем так. То есть сосед по лестничной площадке с таким иском не может выйти? Нет, с таким иском он выйти не может. Но если у нас, поскольку мы поставили перед собой задачу каким-то образом оказать ему помощь, очевидно, необходимо, чтобы о его состоянии болезненном узнали те лица, которые эту помощь могут и вправе оказывать. Психоневрологический диспансер. Совершенно верно. Так вот, в случае поступлений в указанное учреждение информации о том, что есть гражданин, который нуждается в такой помощи, безусловно, врач-психиатр вправе принять решение о проведении это психиатрического обследования, освидетельствования, будет более правильно сказать. Есть ряд случаев, когда он может сделать это сам. Как правило, это случаи, которые не терпят отвагательства, например, когда лицо представляет непосредственно опасность для себя или для окружающих. А в ряде случаев это можно сделать только по решению суда. Но в любом случае, первый шаг для того, чтобы проблема начала решаться и чтобы полномоченная организация обратила внимание на такого гражданина, потому что не всегда до них доходит информация о наличии таких граждан, это, конечно, обращение в соответствующую медицинскую организацию. А, так я все-таки имею право, минуя полицию, обратиться в психдиспансер, сказать, что обратите внимание на гражданина такого-то, проживающего по такому. Да, безусловно, вы можете обратиться, но тут надо иметь в виду, что работа врача-психиатра в данной ситуации, она будет эффективна тогда, когда у него имеется как можно больше информации. Поэтому, например, если в данном учреждении предшествовало обращение в полицию, или другого соседа, и были опрошены соседи, была получена информация, имеются характеризующие данные, что лицо там привлекалось к ответственности, не привлекалось, как оно характеризуется окружающими, да, с места работы какие-то характеристики могут быть запрошены в рамках проведения проверки по заведению гражданина. Вот тогда картина будет более полной. Как на практике это осуществляется? Врач же не может так вот один прийти и постучаться к нему в дверь, да? Врач наверняка должен прийти, ему, он должен иметь какое-то право на этот приход. То есть он должен прийти с полицейским? Нет, безусловно, он должен с полицейским приходить, нет необходимости, потому что, как правило, если что-то гражданин буйное, то его, соответственно, приезжают и забирают, когда поступает соседшийся за ног. А вот если он действительно не может сам о себе заботиться в силу своего психического состояния, то врачи, безусловно, предлагают ему, пытаются получить у него добровольное согласие на то, чтобы провести это освидетельство. Если такое согласие получено, то гражданин приходит и добровольно все проводит. Если такого согласия нет, в силу того же болезненного состояния этого гражданина, то в определенных случаях могут провести и без этого согласия. И вот по результатам этого психиатрического освидетельствования уже делаются выводы о том, какая помощь, есть ли у него психическое расстройство, нужна ли ему эта психиатрическая помощь, и если нужна, то какая именно. А дальше, в зависимости от того, какой диагноз будет поставлен, в зависимости от того, какая помощь нужна, это может быть амбулаторная помощь, какие-то препараты, это может быть помощь в стационарных условиях, соответственно, уже помещение, допустим, тот же самый стационар, невозможно без судебного решения. И тогда врач-психиатр обязан выйти с иском в суд, не с иском, а с заявлением в суд, и рассмотрев которого, суд принимает решение, есть необходимость направлять его на стационар или нет. Порядок такой, но в любом случае, первоначальная точка отправления, это информирование соответствующей организации, которая оказывает психиатрическую помощь, потому что только она, по большому счету, вправе и компетентно решать, есть ли какие-то признаки этого расстройства и какая помощь необходима. Уважаемые телезрители, вот самое важное, что я, например, сейчас услышал, это то, что мы не должны эмоционально реагировать на вот такие действия соседа, потому что он может быть нездоров, ему нужна помощь, а мы начинаем его воспринимать, как бы его болезненные проявления, мы начинаем воспринимать как бытовые человеческие. И поэтому, вот правильно Валерий Васильевич говорит, нужно просто очень последовательно подойти к эпизоду, неэмоционально, спокойно обратиться, взять, например, может быть, показания соседей, да, одновременно, обратиться и в полицию, и в психдиспансеры, помочь спокойно разрешить ситуацию, потому что это тоже ведь может повлечь за собой на нехорошие вещи. Ведь так вот к нему начнешь, в дверь ломится, а он в окно выпрыгнет. Он просто неадекватно, если человек ведет себя, он просто может лишить себя жизни, вот может все ведь по-разному закончится. Поэтому, вот давайте, у нас есть очень разные соседи, и поэтому давайте корректно к ним относиться. Спасибо, Валерий Васильевич, за оказанную консультацию по этому вопросу. Напомню, у нас в студии работал Валерий Васильевич Феоктистов, заместитель прокурора города Петрозаводска. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok